Сообщаю вам, Ваше Величество, что пропали два подростка, они были на экскурсии, какой приказ будет, Ваше Величество? Собирай стражу, и идите искать подростков около того храма, где они были в последний раз. Да, Ваше Величество. Ты молодец, Эшлин. Фестивия, вопрос задать можно? Если это по теме, то да, если не по теме, то нет. Да, интересно просто, вот, например, если с Эшлин или Даяной что-то случится может, кто может заменить Крисценту, если она несовершеннолетняя? И ты чего тут забыл, Кейн? Луна попросила, ибо она хочет, чтоб мы поженились. Обычно за место несовершеннолетнего наследника выбирают регента для него, в лице родственника, а иногда и совет может заменить регента. Но Луна и Китти, не готовятся в регенты даже. А вот если Крисси стала совершеннолетней, но не может иметь детей по двум причинам. Муж болеет, она бесплодием болеет. Тут есть несколько вариантов. Например, можно ребенка удочерить или усыновить. Также на место своего трона, можно назначить другого родственника, как это было при Веспер. После пропажи Мелоди, корону получила ее двоюродная племянница Ольга, которая при этом была ее советником. Да я дальше знаю, Хильда была мамой Ольги, а Хильда кузиной Веспер. Да все верно, Хильда была мамой Ольги, так что корона была законно передана родственнику Веспер. Миле, помоги мальчику, пожалуйста. Королева, леди Жасмин. Он без сознания, явно признаки инфаркта. Возвращайся с ним во дворец, живо. Мы с Жасмин обратимся к леди Корис. Его состояние полностью стабильное, но он не из нашего мира, Ваше Величество. Когда он очнется? Скорее всего завтра, Ваше Величество. Тогда нужно позвать вашу сестру с ее дочерью и некоторых членов совета, для решения вопроса, что с ним делать. Фестивия, тот мальчик еще не очнулся. Да и как нам Динхерю найти? Пока сама не знаю, ребят, но у меня есть еще информация от Кун. Вот и когда пришла в измерение 14, там снег был, хотя там не было темных веков. Я боюсь, что дух Селестии нам мстит. Селестия не погибла, она живая. Понимаешь, не все королевы темных веков находятся в аду. Например, Селестия могла отправиться в рай, где ее оправдали и вернули на землю. А после диалога с Кун, я нашла сказку, тоже ганса Христиана Андерсона «Снежная королева». Ну, короче, понятно. Селестия зачем-то принесла снег в измерение номер 14. А нам ее искать, пока она не собрала слово «Вечность». Так мы не знаем, где она сейчас. Не вижу смысла мусолить долго. Скорее всего, она в Зимнем Царстве. А там попасть можно через Северное Сияние. Дождемся Сияния и отправимся туда. Кстати, по моим расчетам, оно будет сегодня в ноль часов ровно. Как раз успеем ее найти и привезти сюда. Ну вот и Северное Сияние. Сейчас отправимся в Зимнее Царство. Пошли искать нашу «Снежную королеву». Пестиви, идем. Нам туда надо идти. Прости, я на морозе плохо соображаю. Ладно, идем. А то мальчики нас ждут. Вот он, замок самой Селестии. Вы меня тут ждите. Я сама с ней поговорю. Селестия. Я поговорить пришла, не бойся. Мне стыдно было. За вечный снег в темные века и за дочку Метеору было стыдно. Вот и когда оказалась в раю, Сера увидела, что я не специально снег вызвала и вернула на Землю. А когда узнала, что Денхерия сделала 10 лет назад, я решила снять с острова проклятие. Прости, что заморозила размерение номер 14. Я понимаю тебя, Селестия. Давай вернемся домой. Веспер будет только рада снова видеть тебя. Селестия. Будет с нами жить. Она добрая. Да и я снег люблю. Спасибо за теплый прием. Надеюсь, я не призову снова вечный снег. Не переживай, Кунасай. Ученица Веспер. И она знает заклинания для отмены вечной зимы. Ты чего на полу сидишь? Это называется медитация. Когда хочешь успокоить свои нервы, мама посоветовала. Извини, просто впервые за долгое время мы живем среди людей, а не в подвале. Многим бывает тяжело привыкнуть к новой жизни. Я вот тоже не с первого раза привыкла к тому, что я живу от 21 веки. А сейчас я привыкла. Я тут нашла информацию об измерении 68G. Живет королева мифона Узурпатор. Только понять бы, кто это мифона. Я эту мифону знаю, с ней лично не встречалась. Но вот про ее историю я знаю хорошо. Сейчас расскажу. Пусть тот, кто счел, что он мог сам, наследием тем и властью той распорядиться, будет мифону сражен и свергнет навсегда, хоть и тогда на троне Узурпатор во царице, так описывает мифону. Мифона с детства была одиночкой, которую интересовали риск охоты и бои на мечах. Из-за своей безответственности и отсутствия интереса в управлении, ее вынудили отречься от престола, и она бежала на силу. Ее мама, королева аквата, всегда въезд и игнорировала, потому она ею и не занималась, а занималась другой дочерью нефренией, которая должна была стать королевой. И вот однажды, когда королева аквата заболела, попросила она мифону прибыть в королевство и поститься с ней, но мифона не решилась к ней возвращаться, и многие подумали, что все будет хорошо без мифона. Однако, это было, к сожалению, затишим перед бурей. У Нептонии была коронация в качестве королевы, однако, во время надеваемой короны ворвалась ее сестра мифона. Она со своей армией разгромила стражу, забрала корону и провозгласила себя королеву. А сестра ее, Нептуни, сбежала из дворца, и поговаривают, что многие хотят свергнуть мифону-узерпаторшу и усадить на трон Нептуни. Надо сначала понять, как Денхирио в рай вернуть, и тому мальчику помочь. А уже через годиков два или три отправимся туда и свергнем мифону. Но эта история мне напоминает теорию с Юрой. Многие думают, что Юра хочет свергнуть Эшли и усадить на трон Аню. Но вот прикол в том, что Аня давным-давно живет со своим парнем, в Лос-Анджелесе. Очнулся наконец. Я уже думала, мне надо морг вызывать, ибо ты пролежал две недели без сознания. Простите, но я не из этого мира. Мой дом находится далеко. Как мне вернуться на Мьюни? Это не Мьюни, а наша планета Земля. Да и ты находишься в королевстве зачарованного солнца. Видимо, ты из другого мира. Это исцеляющий шепот. Он не сильно помогает против дрожжи, но от проблем с сердцем помогает. И тебя как зовут? Майкл, а вы? Эшлин – королева, названная королевой солнца, из-за своих магических сил. Добро пожаловать на Землю, Майкл.